МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале Интекс итоговая информационная программа «Семь дней». Сегодня вы увидите. Отпуская длительные командировки, отменяются. Вся вертикаль агропромышленного комплекса должна быть мобилизована на реализацию программы кормопроизводства. Иначе не будет ни молока, ни мяса, ни денег, как отметил премьер-министр Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Брестскую область. По решению суда за неуплату коммунальных платежей и антисанитарное состояние жилого помещения 56-летний житель города был выселен из квартиры без предоставления жилья. Девять мальчиков и 10 девочек появилось на свет в Барановичском роддоме за двое суток. Малыши стали настоящим подарком для своих родителей к Международному дню семьи. В Центральной городской библиотеке прошел день музея под девизом «Великая война – память региона». С неизвестными страницами провинциальной истории в этот день могли познакомиться все читатели. А теперь об этих и других темах подробнее. Вся вертикаль агропромышленного комплекса должна быть мобилизована на реализацию программы кормопроизводства. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Брестскую и Минскую области. На птицефабрике «Дружба» прошло рабочее совещание, в котором принял участие также председатель Брестского облсполкома Константин Сумар. Какие задачи стоят перед агропромышленным комплексом сегодня и в каких экономических условиях аграрии будут жить завтра, знает Елена Громадская. При равных погодных и экономических условиях одни хозяйства процветают, а другие утопают в долгах, которые приходится компенсировать за счет бюджета. 56 хозяйств области имеют рентабельность ниже 5%. По оценкам специалистов, многие предприятия не справились с заданием по производству молока, кормов и мяса из-за нарушения технологии. Государство готово помочь проблемным хозяйствам и изменить кредитную политику. Однако полного списания долгов не будет. В аграрном секторе накопилось немало, несмотря на то, что со стороны государства оказывается очень большая поддержка. Я бы условно разделил это на три группы. Первая проблема – это бесхозяйственность и, как я говорю, нигилизм руководителей, когда игнорируются технологии, нормы, и от этого мы имеем очень большой недобор и средств, и, конечно, товарной продукции. По нашим оценкам, это оценивается по условиям прошлого года 14 триллионов рублей. Но, несмотря на это, конечно, есть и объективные причины, которые требуют совершенствования механизма экономической поддержки сельскохозяйственного производства. Это, в первую очередь, касается, безусловно, цен. Если будут соответствующие цены, свободные, паритетные цены, то таким образом существенно улучшается экономика сельскохозяйственного производства. Правительство готовится принимать жесткие меры для оздоровления ПК. Это важно, но далеко не единственный вопрос. Для аграриев на сегодня самые больные темы – это низкие цены на сельхозпродукцию и высокая стоимость кредитов. Одна самая главная проблема – за кредит села, если будем говорить. Поэтому я думаю, что льготная ставка для села должна быть определена на уровне Совета министров президента. Это правильно поставленный вопрос, и мы аграрии всегда об этом говорим. Ведь мы же получаем продукцию один раз в год, если будем говорить о растеневодческой продукции. И каждый месяц идет инфляция. Вот возьмите инфляцию за прошлый год по стране – 132%. Вот вам полторы ставки рефинансирования, которые сегодня есть. Это простая арифметика. Поэтому мы надеемся, что льготное кредитование для села, но просто оно нужно сегодня, для того, чтобы это спасти, спасти все предприятия. И что делать с теми проблемными хозяйствами, с проблемной задолженностью, которая сложилась в целом ряде хозяйств, как по объективным, так и по субъективным причинам. Вот эти вот три группы вопросов. Никто не предполагает какое-то списание долгов, об этом даже речи быть не может. Но реструктуризацию мы предлагаем. И это будут вот эти три группы вопросов. Правительство вносит как основные для рассмотрения на сельскохозяйственном пленуме условное название, на совещание, которое будет проводить президент. Скорее всего, это не совещание, а отчет правительства и обл. исполкомов о работе в аграрной отрасли. Планируется, что этот разговор состоится 27 мая текущего года. Отпуска и длительные командировки отменяются. Вся вертикаль агропромышленного комплекса должна быть мобилизована на реализацию программы кормопроизводства. Тема является очень важной, поскольку от соблюдения технологий зависит не только качество самих кормов, но и качество молока, показатели привесов. Как константировал премьер-министр, заготавливаемая корма зачастую не отвечает всем требованиям. Поэтому сейчас, в период активной заготовки кормов, все должно работать именно на решение этой целевой задачи. Иначе не будет ни молока, ни мяса, ни денег. Уже сегодня необходимо осуществить тотальную мобилизацию кадров всех уровней вертикали на программу кормопроизводства. Если смотреть по животноводству, нас, конечно, в правительстве крайне беспокоит положение дел с недобором молока, проваливается полностью этот показатель. И в основном это то, что касается плохой работы с кормами. И вот эти кустовые совещания, которые мы проводим в настоящее время, они нацелены в том числе и для того, чтобы поправить положение дел кормопроизводства. На совещании премьер-министр остановился на основных предложениях рабочей группы. Речь идет о переходе с 2015 года на рыночное ценообразование. Будут усовершенствованы механизмы оказания господдержки, кредитной политики. Принятые меры должны сэкономить для агропромышленного комплекса 8,5 трлн рублей оборотных средств, отметил премьер-министр. Заготовка кормов – этот вопрос был в центре внимания выездного заседания Барановичского районного исполнительного комитета, которое состоялось 15 мая на базе СПК «Бересни». «Травы, травы, травы подоспели» – так можно переложить слова известной советской песни применительно к нынешнему выездному заседанию райисполкома, которое было всецело посвящено одному из самых важных сегодня для аграриев вопросу – заготовки травяных кормов. На этом поле в деревне Новосвет СПК «Бересни» поспела сборная ежа. В целом в районе все травы подошли. Время не ждет, отметил председатель райисполкома Василий Хватик. Не случайно ранее запланированное на 22 мая заседание было решено перенести на неделю раньше. А всем хозяйствам необходимо срочно приступить к заготовке травяных кормов для животных. В чем суть? В этих травах сегодня, в килограмме такой массы содержится ровно столько белка, сколько содержится в килограмме комбикона. Вот это самая ценность. А вот сегодня килограмм, завтра будет полкилограмма, послезавтра будет ничего. То есть оно теряется моментально. Это очень важно. Вот фаза скашивания и задача. Нам 15 тысяч гектар надо брать ранних трав. Мы сегодня, мы напхали животное сегодня. Напхали ему желудок. И стоим на месте с производством молока. Мы напхали желудок, вот как и человека. Условно, я извиняюсь, что эти люди, может так формально, но примерно надо так сказать. Вот как и человеку. Три литра молока, 10 килограмм селедки соленой, все вместе вмешать. Вроде бы желудок полный, а дачи не будет же, правда? Вот так и животное. Мы сегодня должны полноценно. Мы пригласили ученых. К этой проблеме мы уже подошли, видим. Мы кукурузой увлеклись, сильно кукурузой. Да, это хороший энергетический короб. Он нужен, мы отходить от него не будем. Но он должен составлять не более 55%. Сегодня у нас почти 70 кукурузой, только 30 ножей сена. Это очень плохо для животного. И мы видим, что мы начали топтаться на месте с ростом производства молока. И именно вот эта вот проблема. И задача сегодня быстренько убрать. И соотношение должно. Вот сегодня в этих травах оно так и есть. Вот что мы должны животному видеть давать. Примерно 16-18% должно быть клетчатка. 16-18% переверим сырой протеин. И до 35% сахара и крахмал. Вот это все только можно найти в сенаже. В работе полевого заседания приняли участие руководители хозяйств, главные инженеры, агрономы, зоотехники и ветврачи. А также научные сотрудники Института животноводства. Всем им была также представлена техника, которая задействована в этой весенней полевой кампании. Вот мы выставили примерный шлейф машин на этом поле, который должен быть у нас в каждом хозяйстве, чтобы нам заготовить вовремя и качественно корм. А вы сами знаете, если качественный корм, то и молока мы больше получим, и денег больше, естественно, получим. Вот тут, значит, у нас собраны машины и наши отечественные, и импортного производства. Значит, джундиры, потом наш гомельский КВК-800, вот, косилки, прессы. У нас сегодня достаточно машин и кормоуборочных комбайнов, у нас сегодня 45 кормоуборочных кабайнов, 10 самоходных косилок. В районе 13 хозяйств, они, в принципе, такие выровнены. 880 миллионов рублей из областного бюджета и 650 из районного было выделено в этом году на ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники, которые осуществляли Барановичский и Ивацевичский райагросервисы. Сегодня техника готова в районе на 99%. Есть 85 пресс-подборщиков, 12 обычных прессов и 4, которые осуществляют весь комплекс работ до обматывания свежескошенной травы в специальную сенажную стретч-пленку. Это один из самых современных и проверенных, широко распространенных способов хранения сена во всем мире, который позволяет обеспечить высокое качество корма, сохранность сенажа, резкое снижение потерь при заготовке и хранении, увеличение производительности труда и целый ряд других преимуществ. В районе создан запас минеральных удобрений для подкормки после первого укоса, во время которого планируется заготовить 90 тысяч тонн травяных кормов, а всего не менее 150 тысяч, чтобы нормально кормить животных. Я приведу такой пример, и многие, кто села, это помнят и знают. Когда-то в колхозах давали крестьянам сено косить, когда говорили, ну, в последнюю очередь, косили такое грубое сено. И что говорили наши родители? Это сено складывали и говорили, что это будет на потом, и будем в сечкарню пропускать, измельчать через сечку. То есть опытная проблема. А хорошее сено, даже тогда крестьянин косил, первое где-то искал, тогда сложно было, не давали, много скота. Все эту проблему знают. И первое косил, и он его вот нарастел, и вот коровки дальше обжевало. А это шло в сечку, потому что это грубый корм. Даже тогда крестьянин это все прекрасно понимал. Поэтому вот сегодня мы эту задачу прекрасно должны видеть и решать. Вот это главная задача. Решим ее, будем с производством молока, потому что мы топчемся сегодня. Топчемся на месте. Ну, вроде 5% роста есть, но это не тот рост, который должен сегодня быть по молоку. Мы можем идти вперед, есть резервы хорошие. Поэтому вот еще раз и науку пригласили, заключим договора, и будем плотно работать с наукой. Они с удовольствием согласились с нами работать. И я думаю, что вот все вместе мы немножко подтянем все эти вопросы. Перед аграриями Барановического района ставит сейчас серьезная задача – завершить первый укос за 15 дней. И до начала жатвы, а она в этом году тоже будет ранней, качественно завершить второй укос. А теперь напомним о других событиях этой недели. Традиционный конкурс на лучшую многодетную семью прошел в Барановичском районе. Свой главный приз участники уже получили – «Счастливую жизнь под одной крышей». Победителем конкурса признана семья Япорносян из агрогородка Крошин. Международный проект «Дружба без границ» в действии. Участники научно-практической конференции «Шаг в науку» обсудили успехи и дальнейшее направление сотрудничества Барановического государственного колледжа легкой промышленности, Шауляйской государственной коллегии Литвы и объединения лицеев и профессиональных школ имени Унии Европейской города Соленцин, Польша. В Центральной библиотеке прошла презентация нового проекта Института Гёте в Минске – иллюстрированное чтение. Основная цель этой программы – повысить интерес школьников к чтению книг. За помощью в сохранении семьи и воспитании детей люди обращаются к одной из наиболее почитаемых святых 20-го столетия – Матроне Московской. Поклониться её мощам наши горожане могут до 19 мая в Северном микрорайоне, где строится храм Георгия Победоносца. Барановичский сталкер – обладатель суперкубка Западной любительской хоккейной лиги. Этот приз был завоёван в захватывающей борьбе с хоккейным клубом «Кит» из Пружан. По решению суда житель города Барановичи 1958 года рождения был выселен из занимаемого жилья без предоставления другого. Самое главное основание для выселения из жилого помещения – это задолженность по коммунальным платежам свыше 6 месяцев. У нас в настоящий момент имеется 113 лицевых счетов просроченных, которые имеют задолженность свыше 6 месяцев. И общая сумма задолженности по этим лицевым счетам составляет более 145 миллионов рублей. А если в целом говорить по городу Барановичи о наличии всех должников, то это более 1300 просроченных лицевых счетов и общая сумма должников на данный момент задолженности по городу Барановичи по жилому фонду, находящимся на балансе Курэбжере, составляет более 360 миллионов рублей. Горожанин, до недавнего времени проживающий по адресу улицы Притыского, 93А, никогда нигде не работал. Сюда был переселен из двухкомнатной квартиры по улице Коммунистической, откуда был выселен также за неуплату и антисанитарию. Если рассказать предысторию, в связи с чем это было связано, уже в 2007 году данный гражданин выселялся из одного жилого помещения. Он тогда являлся нанимателем двухкомнатной квартиры и был переселен в данное жилое помещение в одну комнату площадью 11 квадратных метров. И в 2007 году решение суда было принято в связи с тем, что имел задолженность свыше 6 месяцев за оплату коммунальных услуг. В соответствии с жилищным кодексом выселение происходит с предоставлением жилого помещения. Соответственно, он был переселен в данное жилое помещение. А в настоящий момент, с учетом того, что он выселяется уже по другим основаниям, то есть у него сейчас тоже имеется задолженность. Если сказать о том, какая задолженность на данный момент, когда мы подавали иск в суд, в наш, то за 5 лет он имел задолженность тоже свыше 5 миллионов белорусских рублей. Но это имеется в виду вместе с пеней. И в том числе, с учетом того, что этот данный гражданин нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет спитами набитками, и на него неоднократно составляются протоколы по статье 21.16. Это нарушение правил пользы жилых помещений. То есть это полнейшая неценитария, грязь. То есть помещение придено в крайне неотвратительное состояние. И вот по этим основаниям, то есть в соответствии с статьей 85, мы имеем право выселить его без предоставления жилого помещения. Пока съемочная группа записывала интервью, хозяин квартиры собрался и ушел со скромным багажом, но, как заметили соседи, при параде как никогда. Когда работники коммунальной службы начали выбрасывать через окна весь мусор, зловонный запах из квартиры стоял по всему подъезду. Удивительно, но в таких условиях поневоле пришлось жить Нине Никитичне. Хозяйки остальных двух комнат в этой трехкомнатной квартире. Так как свое жилье она приватизировала, а супруг, с которым женщина развелась, к сожалению, не успел. Умер. Погиб и его наследник, сын. В результате доля однокомната перешла к государству. Спустя некоторое время делить квартиру женщине пришлось с неблагонадежным соседом. Боже мой, до самого начала было видно, что это алкоголик, и что это не совсем, как положено быть человеку. Но его направили, тем более, что с ним была тетя еще. Так она несколько убирала в квартире и все прочее. Он казался как-то ничего. После этого стало невозможно, потому что пил он день, каждый день. Каждый день был пьяный. Он валялся постоянно. То в комнате, то на кухне, то везде. Короче, его здесь тягали. Вот сюда приносили, ложили на эту самую скамейку и это. После того, как умерла его тетя, а она, наверное, через год была, как она здесь побыла, то в квартире стало невероятно. Во-первых, грязь такая, что дальше некуда. Кто будет следующим соседом Нины Никитичной неизвестно, но пожилая женщина, перенесшая несколько инсультов, очень надеется, что это будет порядочный человек. 15 мая в календаре отмечен Международным днем семьи, который был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году. Свидетельство повышения престижа семьи и укрепления брачно-семейных отношений рос числа детей в зарегистрированном браке. Со счастливыми мамами в Барановическом роддоме знакомилась Вероника Статкевич. Десять девочек и девять мальчиков, по предварительным данным, родилось здесь за двое суток. У Ольги Круковской – это первый и долгожданный ребенок-девочка. Чувство одно, конечно, чувство счастья немереного. И ждали, конечно, с нетерпением и готовились к этому. Назвали мы в честь дедушки Сашкой. Александра у нас будет. Ну, конечно, если бы не Алла Владимировна, этого бы счастья не было. Все, большое и огромное спасибо за это. Дети заставляют на весь мир посмотреть по-другому, говорят женщины. Марина Викторова, став мамой второй раз, очень хорошо понимает счастье материнства. Сейчас они с супругом счастливы вдвойне. Ну, у меня второй ребенок. Захотели девочка старшая. И вот решили, братика для нее она просила. И решили, чтобы у нас был еще братик. Как назвались она? Назвали доченька, выбрала имя Артемка. Ну, и ждет с нетерпением нас возвращения домой. Спасибо всем, кто помогал нам. Невзирая на возраст и социальное положение, для каждого человека семья всегда будет на первом месте в жизни. И неважно, каких именно людей мы относим к этой категории – родителей, супругов или детей. Семья – это не просто сообщество людей, живущих в одном доме. Это теплое отношение, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга. Семья – это то место, куда мы приходим с работы, оставляем весь негатив за порогом и наслаждаемся общением с любимыми нам людьми. Никогда не поверю, что человек осознанно может выбрать одиночество. Ведь мне кажется, что на генетическом уровне у нас заложена вот эта необходимость заботиться о ком-то, защищать, чувствовать себя любимым и необходимым, и нужным. Я от лица всего нашего коллектива Барановичского родильного дома хочу поздравить каждого, каждого человека с этим замечательным праздником. Пожелать здоровья, здоровых семей, здоровья вашим родителям, здоровья вашим детям, тепла, уюта, доброты. И будьте внимательны друг к другу. Появившись на свет в канун Международного дня семьи, эти малыши для своих родителей не только принесли радость и счастье, но и сделали их семью еще крепче и полноценнее. Запланированный ребенок. Старались, конечно, с мужем сначала создать материально, более стабильную среду вокруг нас, чтобы ей больше дать для жизни. Имя выбирал папа Настенька. Хотя сначала как-то, когда мы с ним познакомились, это имя ему не нравилось. А потом, видимо, как-то, может, когда уже почувствовал душу ребенка, решил, что будет Настенька. Ну, вот она у нас родилась в субботу на воскресенье. Настенька же, по-моему, Анастасия означает воскресшая. То есть вот нам это имя подходит. А в дальнейшем вот хотите еще, может быть, через лет пять братика или сестричку? Да, все реформировали, конечно, семью с двумя детьми. Пол ребенка думает, что не так важно, чтобы уже душу ребенка не обижать. Пусть придет тот, кто придет второй. Пока, конечно, все будет сосредоточено внимание на первой девочке. Будем воспитывать человека, большую букву стараться. Будем читать. Я уже и сейчас читаю стихи. Когда колыхаю, слушаю, отзывается. То есть про нашу точно не скажешь, что она только спит и ест. Она очень даже отзывается на внешний фактор. Медики отмечают, что все большее количество семей начинают ответственно подходить к рождению ребенка. Все больше пар к этому готовятся не только материально, но и морально и физически, конструктивно подходя к ответственному и важному событию в своей жизни. Это, конечно, очень хорошо влияет на развитие ребенка на всех стадиях и позволяет родителям быть подготовленными к ухаживаниям и воспитанию малыша. Только в семье создается та необходимая среда, которая необходима для формирования ребенка, а затем и в будущем взрослого человека. В воспитании важно все. Как ребенок питается, какую одежду носит, чем занимается, с какими игрушками играет. Но самое главное – это пример родителей. Если родители авторитет и сами являются моделью здорового поведения, то и дети в будущем будут поступать именно так же. К Международному дню семьи в учреждения здравоохранения прошли различные мероприятия. В детской больнице, например, среди пациентов был организован конкурс рисунков на тему «Мы вместе, мы семья» и «Здоровый образ жизни в семье». Лучшие работы украсили актовый зал учреждения здравоохранения. 18 мая отмечался Международный день музеев. И вот уже несколько лет подряд наша республика активно перенимает отличную европейскую традицию «Ночь музеев». Она проходит одновременно более чем в 40 странах мира. Когда музеи не просто бесплатно открывают свои двери для посетителей, каждый музей предлагает особую программу – спектакли, музыкальные представления, театральное чтение, презентации. Несколькими днями раньше в Центральной городской библиотеке прошла акция «День музея». Ее девиз – «Великая война. Память региона». Мероприятие было посвящено столетию с начала Первой мировой войны. С неизвестными страницами провинциальной истории в этот день могли познакомиться все читатели. История Барановического края хранит в себе множество неизвестных страниц. Сто лет назад на нашу землю пришла Великая война. Именно так называли современники Первую мировую 1914-18 годов. По своим масштабам, людским потерям, социально-экономическим последствиям эта война не имела себе равных во всей предшествующей истории. Барановский регион оказался в самом эпицентре событий, многие из которых имели не только региональное значение, но и сыграли определенную роль в мировой истории. 1914-1918 год – это время героических подвигов и огромных человеческих потерь. Это время появления выдающихся исторических личностей, изобретения многих видов, новых видов поражающего смертоносного оружия. И в то же время это время, когда появилось большое количество художественных и литературных шедевров мирового уровня. И поэтому нам очень хочется, чтобы историю этого времени, в особенности то, что касается истории нашего Барановского региона, знало подрастающее поколение, знали наши дети и знала наша молодежь. О драматических событиях столетней давности, о событиях и людях, которые волею судьбы попали в кровавую битву на нашей земле, рассказывает музейная экспозиция «Великая война. Столетие памяти». Ну, наверное, нет в фондах нашего музея, к сожалению, таких раритетов, связанных с событиями Первой мировой войны, которыми можно удивить. Но, тем не менее, для той аудитории, которая здесь собралась, кадеты, школьники, подростки, и учитывая, что, в общем-то, о Первой мировой войне, все-таки, к сожалению, мы знаем недостаточно много, недаром ее называют «Неизвестная война», то, я думаю, что некоторые, кто здесь присутствует, сделают для себя открытия определенные, связанные с Первой мировой войной. Поэтому для кого-то будет все знакомо, для кого-то это будут открытия и удивления. Старший научный сотрудник Барановичского краеведческого музея Ирина Сайко рассказала о тех местах Барановичского региона, которые хранят память о Первой мировой войне. Это окопы, доты, воинские захоронения. То, что в Барановичах была ставка верховного главнокомандующего, знает, пожалуй, каждый житель города. А вот о том, что в церкви деревни Великие Луки размещался госпиталь, пожалуй, только краеведы. Цель таких мероприятий – сделать историю доступной. Интерес к истории своей земли, к литературе, к нашей своей родословной, к знаменитым и неизвестным землякам теперь, к счастью, переживает всплеск. И поэтому мы, библиотекари, поддерживаем этот интерес. И сегодня библиотечное краеведение стало одним из основных направлений нашей библиотечной работы. В библиотеке есть читальный зал и литература по краеведению. На нашем библиотечном сайте имеется отдельный ресурс, отдельная страница краеведческая, где мы собираем всю информацию, которая касается Барановического региона. И также на нашем сайте можно кликнуть баннер, неизвестные страницы провинциальной истории. Первая мировая война в Барановическом крае, где мы помещаем весь материал, в том числе и игрового характера, не только информационного, который касается Первой мировой войны. И там много сейчас находится разработок, конкурсных игровых разработок, который мы сами, библиотекари, разработали для того, чтобы можно было, играя, выучить историю своего родного края. Специалисты Центральной городской библиотеки составили базу данных «Барановический край в годы Первой мировой войны», в которой собрана информация о событиях тех далеких лет. Она интересна широкому кругу читателей. Благодаря проекту «Неизвестные страницы провинциальной истории» Первая мировая война приоткрывает свои тайны. Каждый может сделать свои открытия на пути исследования истории родных мест. Наша программа завершена. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова